Вы сказали, я научил лошадь читать и писать. Что вы имели в виду? Лошадь не может, конечно, ни читать, ни писать. Но ее мозг абсолютно способен к этому. Анатомически она к этому не эволюционно, не анатомически, она к этому не приспособлена. Но потенциал мозга, он такой же абсолютно, как у любого крупного млекопитающего. Ведь мы с вами, я имею в виду так называемых приматов, тоже на протяжении, ну, по крайней мере, тех двух миллионов лет, когда мы уже перешли Рубикон в Луа, то есть когда наш мозг превысил массу 800 кубических сантиметров, мы тоже были животными, абсолютно животными. Мы и остались многие? Нет, я имею в виду животными по стилистике поведения, по отсутствию мышления, поскольку мышление это очень искусство. И я это имею в виду? Нет, 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 нет. Вы сейчас как бы так вот это все весело обобщаете. На самом деле мышление это достаточно искусственный процесс, не врожденный, а создающийся под влиянием массы факторов. И вот мы не можем научить лошадь читать и писать, мы можем научить этому ее мозг и создать некие условия, при которых мы сможем тестировать возможности ее мозга. Вот это будет корректно, наверное. И, поверьте, я очень много усилий потратил последний год, особенно для вычисления различных подсказок, которые могут идти от меня, для вычисления различных ситуаций, которые облегчают ей. И в результате я сейчас остаюсь при мнении, что да, конечно, где-то процентов 26-28, это подсказочные моменты, но остальные проценты достаточно чистые.